Всем привет! С вами Денис Ильич и Мирана. И сегодня мы поговорим о таких проблемах, как содержание ротвейлера, какие могут возникнуть с ним проблемы. Задают подписчики мои очень много вопросов на эту тему, и я решил ее раскрыть. Но для начала мы поедем в одно очень хорошее место, там Мирана побегает, погуляет. Это у нас роща, там очень свободно. Мирана может почувствовать новые запахи, и это очень хорошо тоже. Так что учтите, что можно вот сейчас, особенно когда стало тепло, можно взять своего коня стального, на велосипед сесть и поехать вместе с собакой куда-нибудь на природу, чтобы она побегала, понюхала новые запахи. И я вообще свободно провела время в прогулке. Вот она Мирана, собака. Мне нравится, когда ее гладят. Блин, Роинскую я тебе гладю. Поехали! Сейчас одену перчатки и поедем. У вас будет красивая музыка, а мы с Мираной будем ехать в рощу на вот этом коне вместе с Мираной. Поехали! Он еще в ротвейлер. В ротвейлер. Поехали! 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 Мирана, посмотри камень Ну вот мы приехали сюда Такая здесь красотень Это речка Аркарка Вот она такая протекает Вот так, так, так Кругаля дает, короче Да, Мирош? Устала, да? Далеко мы ехали Приехали мы в вот это вот место Вот наша роща Там вот школа стоит Там все ограждено, все равно Сегодня воскресенье тем более И мы в эту рощу Мирана побегаем Вот туда мы уже не будем спускаться Потому что там непонятно что уже А это у нас стадион Точнее, арена А вон там стадион Ну кто в Таре живет, тот знает А кто не живет, тот не знает Просто вам показывает Вот так вот В этом велике мы приехали К Мирам пойдем гулять В общем пришли мы в саму рощу И там тоже человек гуляет своей собакой Здесь часто люди гуляют Вон собака Где-то там человек стоит Вон он Смотрит отсюда А, он тоже что-то снимает Фотографирует что ли Какая-то собака такая лохматая С цепью бегает что ли Вон они Мы с Миран тут сидим Какая крупная Миран Что у тебя козявки опять Козявы Вон они идут сюда Посмотрим какая у них Будет реакция Ага, Миран уже начинает Увидела собаку Начинает Сколись Давайте спросим Кто это вообще Что это собака Что собака Это сука или кобель Сука или кобель Ааа, кобель У меня просто тоже собака Взял Вон он выходит сразу Миран сядь Взбудила сразу Давно не гуляла С собаками И при виде их Она начинает возбуждаться Мираж Вот так Смотри на меня Нет Она взяла ее на поводок Хорошо Не хочет общаться с нами И лучше Тем лучше Для нас Неизвестно что за кобель Возможно какой-то больной Такая ситуация у нас возникла Я вам наглядно показал Я отпустил поводок Но На всякий случай Держу ее Потому что Всякое бывает Это же все-таки Животное И Миран тем более давно Не общалась с собаками Да, летом Ты красивая Сейчас она Отодет подальше И мы Поговорим С вами Миран Гуляй И хоть сразу И первая проблема С которой Я лично В своем опыте Столкнулся С породой Ротвейлер Это конечно же Что люди Боятся Но когда мы гуляем С Мираной Хоть вечером Хоть утром Люди Которые идут Навстречу Они очень Остерегаются Но это понятно Потому что Собака Очень крупная И желательно Одевать Обязательно Всегда одевать Поводок И наморник Потому что Несмотря на то Что собака Может быть Доброй Может быть Она Очень вас Послушно Слушается Но все-таки Это животное И очень Довольно-таки Крупное Она очень Может Повредить Человека Поэтому Желательно Всегда Одевать Намордник И поводок Если вы будете Гулять С такой Собакой То люди Постоянно Будут на вас Жаловаться Говорить вам О плохие вещи То что Ваша Собака Зверь Какой-то Убийца Собака Убийца И это Очень Неприятно И вторая Проблема С которой Возможно Столкнуться Но Я не Столкнулся Это Маленькое Помещение В доме Если вы Допустим Живете В квартире То вам Придется Держать ее В квартире И для этого Вам нужно Большое Помещение Конкретно Для собаки Ну а если Если вы Живете В частном Доме И у вас Есть Участок То можно Сделать Теплый Вольер Чтобы Собака Не мерзла Потому что Она гладко Шерстная И пусть Она живет На улице В вольере Пусть Будет Тепло Я лично Мирану Держу Зимой Дома А летом Весной Осенью Когда тепло Такое Солнышко Замечательное То держу Ее На улице А ночью Если холодно Я ее Загоняю Домой Она Живет У меня В комнате Дома Третья У нас Проблема То что Собаке Надо Больше еды Чем Маленькой Что-то Она там Нашла Копается Больше еды Нужно Естественно Больше затрат В финансовом Плане Больше затрат Чем Прокормить Маленькую Это у нас Третья Проблема Четвертая Проблема Но я бы не сказал Что это проблема Это надо делать С любой собакой Это нужно гулять Каждый день По 2-3 раза Желательно Утром И вечером Как делаю я То есть Собака Полностью Выплескивает Свою энергию Которая накопилась Когда она сидела Либо в вольере Либо дома И потом Спокойно уже Лежит Отдыхает Ничего не грезет Плохо себя не ведет Потому что Она выпустила Всю энергию На улице Естественно Надо гулять Каждый день Если допустим Вы работаете С 9 до 5 До 6 часов То вам нужно Встать Как минимум Часов 6 Чтобы погулять С собакой Хотя бы Час Получится Утром И вечером Как можно больше Час И больше Так что Решайте сами Если у вас есть Свободное время Если вы готовы К этому Каждый день Уделять время Собаке То Заводите Спокойно Ротвеллера Верана Блин Там люди Идут Она сейчас Наверное Испугается Давайте Я позовем К ноге К ноге К ноге К ноге Ждайте Вот так вот Я стараюсь делать Когда идут люди Потому что Они боятся Такой большой собаки Смотрят На них Вот они идут На них Смотрят Внимательно Внимательно Смотрят Кто такие Да Ну все Иди гуляй Иди гуляй Мы что-то Приехали гулять С тобой И пятая Проблема Конкретно С Ротвеллером И я чувствую То что Вот С годами С месяцами С днями Мирана Становится Более характерной Она очень Характерная Становится И более серьезная Такая собака То есть Если вы не умеете И не знаете Как правильно Воспитать собаку И как правильно Дрессировать То желательно Не берите Такую собаку Потому что Изначально Да Она очень Будет послушная Она все Будет впитывать Себя Но это Надо знать Как это все Сделать Если вы Это не будете Знать То у вас Просто Собака Превратится Во что-то Эгоистичное Она будет Делать то Что захочет А не то Что вы скажете Вот несмотря на то Что я каждый день Мирану Тренирую Дрессирую Воспитываю Несмотря на это Она Умудряется Идти против меня Иногда Но я как Лидер стаи Вожак стаи Я показываю То что Я действительно Им являюсь Я Она Должна делать То Что я ей скажу И не должна Строить Свои какие-то Планы Что она Должна сделать Если я сказал Она должна Сидеть То она Будет Сядет И она Будет Сидеть До тех пор Пока я не Разрешу Сойти с места И Не надо Делать Поблажек собаке Допустим Если вы сказали Сидеть Собака должна Сесть и сидеть Да И не должно Ей прийти в голову То что она Должна встать Там Пойти куда-то Понюхать Что-то Нет Если она Сказали сидеть То она должна Сидеть И вот Пятая проблема Это действительно Проблема С годами Я оставил ее Напоследок Это Это конечно же Характер собаки То есть Если вы неопытный Собаковод Не знаете Как воспитывать И дрессировать Собаку Это ваша Первая собака То Желательно Не заводите Такую собаку Но если вы Будете Отдавать ее На какие-то курсы К опытным Кинологам То конечно Смело Берите такую собаку И ни в коем Случае Я вам не советую Заводить Такую собаку Своему ребенку Чтобы он С ней занимался Потому что Скорее всего Скорее всего Почти 99,9% То что Эта собака Начнет доминировать Над ним И она Его покусает Хотя Она в этом Не виновата Она просто Отстаивает Свои права И Последствия Будет очень печальные Так что Я советую Не заводить Тем более Детям Такую собаку Надеюсь Это видео Для вас Было Очень полезным И вы Восприняйте Их всерьез Потому что Это мой личный опыт И я знаю Что говорю Мы поедем домой Потому что Прошло уже много времени Мы очень долго ехали И сейчас Нам долго Обратно ехать еще Ладно Всем спасибо За просмотр С вами был Денис Ильич И Мирана Всем счастливо Всем удачи И всем пока Субтитры Субтитры